75-76 пиццов, которые мы с вами должны ли понять. Но первая флорисия Мертора, Борисшин, имеет один пиццов всего, в переводе, девочка-еврейка обязательно была замуж веками. Парень еврей обязательно тоже женится. Женился замуж, лишь ломиться не кончается. Должен создавать детей. Худрахмати, Акаанон, Виполита первым лицом и создал двоих сыновей, очень полярчных сыновей и близко к Тори, к Богу. Каждое утро, каждый вечер, еще во время жизни Акаанон, его синагоги, у меня в синагоге, без Минхо, без Арави, без Шахари, он на работу не идет. Как положено по нашему бухарскому еврейскому закону, по еврейскому закону, он и понимает. Это во-первых. Во-вторых, 10 лет назад, Худрахмати, Акаанон, перевел, у нас есть книжка, это Таавели Хоумед, Таавели Хоумед, Гадань и Сон. Перевел на русский язык, заплатил деньги большие, в Иерусалиме, привез, нам отдал, в синагогу несколько штук, я отдал всем нашим прихожанам. И вот сегодня тоже у нас есть в синагоге книга Каавели Хоумед, Гадань и Сон, все читают в нашем ситагоге. Это второе. Третье. В третьей неделе мы читаем, каждую субботу по всем литуре, как видел сон. Иосиф Массакин, как видел сон фараон Магон. И вот, из этого пару слов скажу, поучителям, всем это нужно, поучителям в том, что, говорят, когда ночью, и имеет значение, женщины и мужчины, видели сон, утром встали, каждому не говорите, каждому человеку, который не может гадать, который книга не имеет, гадает сон. За это сходите к такому человеку, чтобы знал. Почему? Потому что сон, как в эти гадах, так получится. Вот есть пример. Пример такой, что в Иерусалиме одна женщина ночью увидела сон, что потолок упал на нее. Бегом, бегом она утром пришла к синагогу, Рабаев говорит, Рабаев, Рабаев, я видел плохой сон. Рабаев говорит, нет, вы хороший сон видели. Гадайте мой сон. Он говорит, иди в магазин, сперва купи моим ученикам. Завтрак. Завтрак, чтобы они покушали, потом я буду гадать твой сон. Действительно, она пошла в магазин, купила завтрак, 10 учеников, Рабаев, покушали, это уже считается сонопалом. И теперь говори, какой сон видела? Эта женщина говорит, что я видела сон, что потолок на меня упал. Иди, говори, в этом году родишь сына. Действительно, в этом году эта женщина родила сына. Прошел два года, а первый год в своем виде потолок упал на него. Бегом пришла в сезонопол, хотела рассказать свой сон. Рабаев, а Рабаев, Рабаев пошел в другой сезонопол, где он предметал. Ученики сидят, есть человек, ученики спрашивают женщины, что вы хотите? Женщина говорит, два года тому назад я видела сон, что потолок упал на меня, гадал ваш Рабаев, я родила сына. Вот вчера ночью тоже я видела такой сон. Ученики молодых, наши тастыли, они сказали, что если потолок упал на вас, ваш муж берет в этом году. Действительно, так получилось. за это у нас кто-то пишет, что как будете гадать сон, так получится. За это любой человек, если вы с вами ночью убедили плохой сон, не надо говорить любому человеку. Даже написано, что идите к речке, смотрите на воду и говорите на воду, свой сон, если не можете, терпеть. есть без возможностей приходить в трамвай, который имеет эта книга, чтобы гадал ваш сон. Буду рахматно, 30 дней, прошу, благополучно. и все безусловно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok